Давайте мы начнем, что ли. У меня особенно хорошее. Замечательно. Так. Сегодня консультация будет. Будет, конечно, куда она денется. Так, смотрите. В прошлый раз, помните, у нас должок оставался. Должок оставался. Мы там с вами много чего поговорили про систему Гребнера, да, и остановились на критерии Булбергера, которые надо доказать сегодня. Давайте я кратко напомню, что у нас там в прошлый раз было. Ну и заодно свежим в памяти обозначение. Вот у нас есть кольцо R, это кольцо многочленов от нескольких переменных над полем K. Буквой M обозначаются все одночлены в этом кольце. Дальше напоминаю, что подмножество F является системой Гребнера, если для всякого многочлена остаток относительно F определен однозначным. Вот, мы там доказали некий первоначальный критерий Гребнеровости системы. Я думаю, помните в прошлый раз, значит, F система Гребнера. Тогда и только тогда, когда для любого многочлена G и для любых двух элементарных редукций, стартующих с G, вот результаты G1 и G2 можно отредуцировать к одному и тому же. Вот это вот факт был в прошлый раз, и мы им сегодня будем пользоваться. Еще нам понадобится вот парочка фактов оранжевым цветом, выделенные. Они в прошлый раз были как упражнения. Ну, первое из них совсем очевидно, что если вы G отредуцировали к G1, то после умножения на одночлен вы точно так же результат можете отредуцировать. И второй факт, что если вы разность двух многочленов смогли отредуцировать к нулю, то тогда утверждается, что каждый из этих двух многочленов можно отредуцировать к одному и тому же. Вот это вот важный факт, что если разность отредуцировать к нулю, то каждый из двух многочленов редуцировать к одному и тому же. Но это делается, в общем-то, если вы для редуцирования к нулю разности применили какую-то цепочку элементарных редукций, то, грубо говоря, эту же самую цепочку элементарных редукций применяете к G1 и к G2 и получаете то, что надо. Так, в системе Гриобнера надо в критерии проверять остатки каждой вариации редукции. Ну, я не очень понял, что за вариации редукции. Вот для любой... То есть утверждение справа говорит следующее, что для любого G и для любых двух элементарных редукций при помощи F вот результирующие два многочлена можно отредуцировать к одному и тому же. Так, теперь я напоминаю, что такое S поленом. Вот у нас взяли два многочлена, взяли их наименьшее общие кратные старших членов. Тогда это наименьшее общие кратные можно вот так представить. Каждый старший член умножается на некий свой м и 3. Так, и тогда S многочлен — это вот M1F1 минус M2F2. Ну, то есть мы взяли, как бы, взаимно сократили старшие члены после после некого специального умножения на одночлены. И вот критерий Буббергера, который мы сейчас будем доказывать, говорит следующее, что F является системой Гребнера, тогда и только тогда, когда для любых двух многочленов из этой системы их поленом, их S поленом, можно отредуцировать к нулю при помощи F. Если приводит, если чего-то там приводит к G1, к G2, надо проверять, что редукция для боев будет 0. Нет. Надо проверять, что их оба можно отредуцировать к одному и тому же, не обязательно к нулю. Так, ладно, ну вот, поехали доказывать. Поехали доказывать. Вот это мы кое-что напомнили, но я надеюсь, с понятием S поленома вы уже поработали на семинарах, кто-то даже и дома успел, поэтому вы себе представляете, что это такое. Значит, сначала докажем в простую сторону, что если у нас F-система Гребнера, то тогда любой S поленом редуцируется к нулю. Ну вот, что тут надо сделать? Ну, мы опять возьмем M, это наименьшее общая кратная старших членов. Да, возьмем точно так же это это наименьшее общее кратное, оно предоставимо в виде M1 L от F1, и оно же предоставимо в виде M2 умноженное L от F2. Ну вот, и что мы тогда, что мы сделаем? Мы хотим показать, что это многочлен отредуцируется к нулю. Делаем мы хитрую вещь. Давайте мы возьмем многочлен M1 F1. M1 F1. Тогда, я надеюсь, всем понятно, что если мы его отредуцируем при помощи F1, то получим 0. Это с одной стороны. Это с одной стороны. То есть, если мы взяли многочлены M1 и F1, то, конечно же, он при помощи F1 редуцируется сразу к нулю за один шаг. Следующая вещь. Следующая вещь. А теперь утверждается, что этот же самый многочлен, у него старший член, это что такое? M1 на старший член F1. M1 на старший член F1. То есть, это M2 на старший член F2. И это означает, что вот этот многочлен M1 F1 мы на самом деле можем отредуцировать еще и при помощи F2. А как отредуцировать при помощи F2? F2 как раз надо на M2 домножить, чтобы старший член у нас получился. Поэтому, что мы делаем? Точно так же берем, редукцируем при помощи F2 и что мы получаем? M1 F1 минус M2 F2. А спрашивают, что же это такое M1 F1 минус M2 F2? А это как раз в точности наш S-многочлен. Ну вот, а теперь, а теперь этот S-многочлен, допустим, мы смогли отредуцировать к какому-то остатку. остатку. Но, так как F это система гребнера, система гребнера, то, смотрите, мы многочлены M1 F1 с одной стороны отредуцировали к нулю, а с другой стороны M1 F1 мы отредуцировали к какому-то остатку R. Ну, поскольку это система гребнера, то тогда остаток определенно однозначно и получается, что R равен нулю. R равен нулю, ну, как раз это и означает, что S-полином мы отредуцировали к нулю. S-полином отредуцировали к нулю. Итак, в эту сторону критерий Булбергера, ну, конечно, очень прост, потому что само по себе условие, что F-система гребнера, она очень сильная. Очень сильная. Из него, конечно же, сразу следует много чего, что вы захотите. Вот, а теперь давайте в другую сторону. Теперь давайте в другую сторону. Другую сторону будет, конечно же, посложнее, потому что мы обладаем гораздо меньшим количеством информации, а именно мы знаем, что любое с полиномом редуцируется к нулю, и все. А нам надо показать, что это система гребнера. Соответственно, что мы должны сделать? Мы должны как раз воспользоваться вот этим самым критерием. Вот этим самым критерием. Значит, мы должны взять произвольный многочлен G, взять две элементарных редукции его и показать, что тогда можно их оба результата можно редуцировать к одному и тому же. Вот, давайте мы это и сделаем. Значит, что мы делаем? Берем какой-то многочлен G, берем какой-то многочлен G, и что мы делаем? Берем два одночлена M от G. Напоминаю, что M от G это множество всех одночленов, которые входят в G. И вот мы, и пусть мы, и пусть мы отредуцировали сначала, ну, в смысле, одним способом первый одночлен, а вторым способом другой одночлен. И мы отредуцировали M1 при помощи, так, M1 при помощи F1 и M2 или давайте так, мы сделали, давайте мы не отредуцировали, я поаккуратнее напишу. мы сделали, сделали, сделали элементарные редукции, элементарные редукции. Так, это ведь можно стрелочками нарисовать. Да, можно, да, можно, но я не хочу. Значит, мы сделали элементарные редукции M1 при помощи F1 и M2 при помощи F2. Ну, давайте, нет, на самом деле, давайте, я, конечно же, нарисую, вот у нас многочлен G, вот мы сделали редукцию при помощи F1, сделали редукцию при помощи F2, и вот мы получили G1, получили G2. Конечно же, такую картинку нарисовать можно, просто я хотел сказать, что эта картинка не отражает реально, что вот M1 и M2, которые тут присутствуют, они в этой картинке уже не отражаются. Ну и ладно. Тогда что мы получили? Значит, G1, оно у нас отредуцировалось, так, секундочку, не G1, а просто G. G при помощи F1 отредуцировалось к чему? К чему? К, прежде чем описать к чему, давайте мы скажем, что если мы сделали элементарные редукции, то тогда M1 у нас получается M1 штрих умножить на старший член F1, вот, а M2 это M2 штрих умножить на старший член F2. Ну, раз их так отредуцировали, и вот теперь в данный момент можно написать, что G мы сначала отредуцировали при помощи F1, G получился G, давайте мы назовем как раз G1 равно G минус, вот этот вот одночлен M1 мы отредуцировали, получается M1 штрих F1. Это первая редукция, и вот вторая при помощи F2 мы отредуцировали при помощи F2, получили уже 2, которые есть G минус M2 штрих F2 штрих, не 2 штриха, просто M2. Вот. Так. Значит, в этой ситуации я напоминаю, что мы хотим построить, мы хотим показать, что G1 и G2 можно отредуцировать к одному и тому же. Но в силу упражнения, в силу упражнения это означает, это означает, что нам достаточно показать, что разность можно отредуцировать к нулю. Теперь достаточно, достаточно показать, вот, что G1 минус G2 отредуцируется при помощи F к нулю. Так. Эти разности остатки, нет, G минус G минус F1 G минус M1 штрих F1 это просто результат элементарной редукции. Это какой-то многочлен, но не обязательно остаток. Он может быть дальше редуцирован, но нас это не волнует в данный момент. И эта разность, это тоже некий другой многочлен, который получится. Ну вот на этой картинке вот какая у нас тут получилась. Одну элементарную редукцию применили, получили G1 и G2. Так, но теперь что такое G1 минус G2? Давайте мы обратим внимание. G1 минус G2 это не что иное, как M2 штрих F2 минус M1 штрих F1. Вот если мы внимательно посмотрим, как определяются G1 и G2, то разность их, когда мы будем считать разность, G сократится, и у нас останутся вот эти вот выражения. Тогда получается M2 штрих F2 минус M1 штрих F1. Ну вот, и теперь надо показать, что вот эта разность, ее можно отредуцировать к нулю при помощи F. Вот тут мы рассмотрим несколько случаев. Случай первый. Случай первый. Старший член от M2 штрих F2 и старший член от M1 штрих F1 непропорционально. Непропорционально. Это самый приятный случай. Так, а почему M штрих 2 равно G1? Я тут ни детка, ни пса. У меня не написано, что M штрих 2 равно G1. Секундочку. Вертикальное равно между чем? Вертикальное равно между вот этим вот и вот этим. Вертикальное равно. уже сократилось, да. Не знаю, надо другим цветом нарисовать что ли, чтобы красиво было, чтобы более понятно было. Давайте нарисую. Значит, одну мы взяли разность и вот утверждать, что эта разность, эта самая разность, она равна вот этой самой разности, потому что мы так вот вычисли, сократилось. Уже сократилось. Ну да, короче, ладно, понятно. Так, Андрей, если у вас еще какие-то вопросы остались, вы пишите, но я чуть не понял вообще, в чем проблема. Так вот, если они непропорциональны, тогда без ограничения общности можно считать, что один из них больше, чем другой. Давайте мы сочтем, что первый из них больше, чем второй. Больше, чем второй. Это всегда поменять местами можно. Так, и теперь, и теперь что? И теперь мы сейчас возьмем и запросто отредуцируем. Вот это очень простой случай. Посмотрите, тогда M2'F2 минус M1'F1, то тогда в этом случае, посмотрите, старший член вот этого слагаемого, он не сократится ни с чем, потому что он строго больше, чем старший член вот этого слагаемого. Значит, он никуда не денется. Соответственно, мы можем отредуцировать при помощи F2. При помощи F2. Когда мы отредуцируем при помощи F2, конечно же, у нас получится минус M1'F1, F1. Ну, а вот этот многочлен, ясное дело, его можно отредуцировать при помощи F1, и тогда получится 0. Все. M1 мы считаем. Это можно считать. Можно считать, да. Все. Случай 1 разобрали. Он очень, по сути, тривиальный. Так, случай 2. Случай 2. Значит, первый случай был, когда старшие члены непропорциональны. Второй случай, когда, давайте рассмотрим, когда старшие члены равны. Старшие члены равны. тогда тогда это тогда существует одночлен такое что такое что что можно сказать что вот этот самый м2 штрих f2 минус m1 штрих f1 это есть просто s поленом умноженный на этот самый одночлен то есть когда у нас а как в первом случае использовалась непропорциональность в первом случае непропорциональность используется в том в тот момент что мы сказали что старший член вот этого многочлена он не сократится ни с чем и вот раз он не сократится значит ему можно применить элементарную редукцию при помощи f2 вот да 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 вот старший член вот этого многочлена не сократится ни с чем а вот теперь смотрите противоположная ситуация до 100 6 членами они просто равны тогда вот когда мы считаем вот эту вот разность старшие члены сокращаются правильно старшие члены сокращаются но тот факт что саши члены сокращаются это означает что на самом деле вот это вот произведение старший член 1 старший член 2 это есть просто конструкция очень похожи на с поленом только мы умножали не обязательно так что получилось наименьше общей кратной получилось просто какое-то общее кратно но раз получилось какое-то общее кратно то тогда значит вот эта разность она будет пропорционально с с поленом не спаленом ну а мы знаем что с поленом редуцируется к нулю и тогда при умножении на что угодно при умножении на любой одночлен результат тоже конечно же будет редуцируется все отредуцировали к нулю при помощи f так и нам остался еще один случай и скажите мне что мы еще не рассмотрели что мы еще не рассмотрели какой случай у нас еще остался не рассмотрен так пропорциональный пропорциональный но не равны совершенно верно давайте мы рассмотрим последний случай когда м2 штрих и f1 они пропорциональны но не равны и как каком-то альфа неравном единице и каком-то альфа неравном единице тогда тогда что можем сказать тогда старший член какого многочлена м2 штрих f1 старший членом 2 штрих f1 так только не f1 секундочку это что-то попутал где-то да здесь да 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 здесь я индекс неправильно написал значит здесь должен быть 2 и здесь должен быть 2 да да о так м2 f2 и здесь м2 м2 тогда это равно это равно чему старший член от альфа умножить на м1 штрих f1 да нет даже это нам надо секундочку давайте мы это не будем писать старший член а эти испортила давайте мы здесь исправим на двоечку у нас интересует старший член м2 штрих f2 минус м1 штрих f1 вот этот вот этот старший член вот этот многочлен он равен значит там у нас была единица или даже так сказать альфа минус 1 умножить на старший член м1 штрих f1 м1 штрих f1 вот так когда старший член этой разности он пропорционален старшему члену каждого из слагаемых и вот эта разность она дает не нулевой старший член да тогда мы при помощи f1 можем отредуцировать значит тогда можем отредуцировать м2 штрих f2 минус м1 штрих f1 можем отредуцировать при помощи f1 к чему м2 штрих f2 минус м1 штрих f1 и здесь мы должны отнять что здесь мы должны отнять что мы должны отнять альфа минус 1 альфа минус 1 м1 штрих f1 вот вот такую разность мы отнимем и теперь посмотрите внимательно что мы тут видим что вот этот вот слагаем она со знаком минус присутствует а там после раскрытия скобок она уже будет присутствовать со знаком плюс нужно присутствовать со знаком плюс и мы в итоге получаем м2 штрих f2 минус альфа м1 штрих f1 так можно потом случае 2 повторить конечно повторим давайте сейчас повторю случай 2 сейчас вот случае 2 что у нас происходит что у нас происходит что старший член и вот этих двух многочленов они просто одинаковые раз они одинаковые значит они получаются вот это тогда тогда вот это вот разность тогда вот эта разность она есть просто с полином их умножить на какой-то одночлен вот и все собственно все соображение в том что бы основная идея с полинома заключалась в чем чтобы умножить м1 на какой-то одночлен умножить на f2 на какой-то одночлен причем на максимум минимально возможное, так чтобы после взятия разности старшие члены сократились. А здесь в данном случае мы просто умножили на какой-то одночлен так, что старшие члены сократились. Ну, ясно, что тогда в этом случае то, на что мы умножали, оно получается из минимально возможного умножением на какой-то m. Ну, значит, у нас c с поленом получается умноженное на какой-то одночлен. Ну вот, и теперь посмотрите, возвращаясь, так, оно в само себя редуцировалось. Кто там в само себя редуцировалось? Для любого... Так. Так, Андрей, не понял. Почему оно в само себя... Почему оно в само себя редуцировалось? Ну, почему m2 штрих... При помощи f1 можем отредуцировать. При помощи f1 можем отредуцировать, потому что вот старший член вот этой разности, про которую мы говорим, он пропорционален старшему члену f1 умножить на m1 штрих умножить на альфа минус 1. Там справа и слева от стрелки одно и то же. Господи, вот раз, два, и плюс еще минус. Минус тут еще. Вот мы... Оно, конечно, одно и то же, но еще отняли справа. И тогда получилось другое. А, это минус. Все. Вопрос похуже с черпом. Так. Ну, хорошо. А теперь что мы видим? Значит, мы одну редукцию применили и получили вот такой многочлен. И теперь легко видеть, что это многочлены. Старшие члены-то в этот момент они как раз сократились. Минус... Он равен старшему члену от альфа m1 штрих f1. Да, вот у нас, видите, вот у нас прям вот этот случай, вот он тут у нас в заголовке, в заголовке он расписан, и видим, что старший член вот этого равен старшему члену вот этого. Ну и все. Ну и все. Это означает, мы попали в случай 2. То есть мы рассмотрели некую разность, и в этой разности старшие члены сократились. А раз старшие члены сократили, значит, мы получили многочлен, который на самом деле просто s-полином умножить на какой-то одночлен. Да-да-да, у нас получилось. Да-да-да, все. Ну и все. Значит, тогда... Все, доказательство закончено. Доказательство закончено. Значит, вот это был критерий Букбергера, мы его доказали, мы его доказали, и теперь, собственно, можем переходить к главному герою всей вот этой темы. Собственно, теперь давайте мы поговорим, что такое базис и гребнер. Итак, пусть у нас есть некий и это идеал. Итак, мы берем идеал в нашем кольце. Идеал в нашем кольце. И даем определение. Определение. Множество f называется базисом гребнера. Называется базисом гребнера Гребнера. Бадисом гребнера. Идеала и. Если. Если выполнены два условия. Первое условие, что и порождается нашей системой. Да, что такое? Помните, когда у нас есть система многочленов, мы можем рассмотреть всевозможные линейные комбинации этих многочленов с коэффициентами в кольце. И это будет всегда идеал. Вот. Если и это и идеал, он порождается нашей системой, и f является системой гребнера. Вот. Вот это понятие базисы гребнера. Значит, давайте я сразу скажу, зачем это все надо. Значит, эта вся наука нужна за тем, реально, чтобы работать и решать разные, огромное количество задач, связанных с идеалами в кольце многочленов от нескольких перемен. Вот, скажем, для случая кольца многочленов от одной перемены, мы с вами помнили, что там каждый идеал, он главный, порождается одним многочленом. Соответственно, идеалы устроены не очень интересно. А вот в кольце многочленов от нескольких переменов там идеалов уже гораздо больше и они далеко не главные. Там идеалов полно всяких разных. И вот, в связи с этими всякими, в связи с тем, что там идеалов очень много, возникают разного рода естественные задачи. И вот оказывается, что вот эта вот вся наука про Грёбнера, она позволяет реально эффективно алгоритмически решать многие задачи, связанные с идеалами в кольце многочленовых нескольких перемен. Ну и мы сегодня рассмотрим на лекции какие-то базовые задачи и еще на семинарах вы тоже какие-то приложения посмотрите. А что F означает? Это идеал, порождаемый вот этой системой многочленов. То есть всевозможные линейные комбинации, всевозможные линейные комбинации элементов из F с коэффициентами в кольце. Так, значит, вот базис Грёбнера. Базис Грёбнера. Вот утверждается, что базис Грёбнера это очень хорошая вещь. Давайте я сразу скажу, кстати, вот какую вещь, что слово базис, слово базис на самом деле здесь не имеет никакого отношения вот к тем базисам, которые вы знаете с курса линейной алгебры. К сожалению, тут термин в некотором смысле оказался неудачным. Вот здесь вот термин оказался неудачным. Здесь слово базис. Здесь слово базис. Оно выступает в качестве синонима к слову, порождающей системы. Так, почему, кстати, базис и Грёбнера гуглится, а система Грёбнера нет? Это локальная особенность нашего курса? Ну да, похоже, что, похоже, это я ввел в термин системы Грёбнера. Настолько естественно и кажется, что странно, почему никто не додумался до этого раньше. Ну, как бы, я не хочу сказать, что это прям что-то содержательное, но с методической точки зрения это очень хорошее нововведение. Так, значит, мы сказали вот определение базиса Грёбнера, теперь теорема. Теорема. которая дает характеризацию базисов Грёбнера. Пусть у нас есть вот идеал, и в этом идеале мы взяли какую-то систему многочленов, тогда следующее условие эквивалентно. Так, первое условие, что f это базис Грёбнера, и второе условие, что для любого многочлена из нашего идеала этот G можно отредуцировать к нулю при помощи f, и для любого G, и третье условие, для любого G из идеала, не нулевого многочлена, существует такой многочлен из нашей порождающей системы, такой, что старший член многочлена G делится на старший член многочлена f. Итак, вот три эквивалентных условия. Давайте еще раз говорю, что такое базис Грёбнера. Первое условие, что это базис Грёбнера. Второе условие, что всякие многочлены из идеала можно отредуцировать к нулю при помощи f. И третье условие, оно на самом деле самое интересное. Третье условие, что, смотрите, система f многочленов из идеала является базисом Грёбнера только тогда, когда для любого многочлена из идеала можно для любого многочлена из идеала его старший член делится на старший член какого-то многочлена из нашей системы. Вот обратите внимание, что вот это вот условие, оно формулируется чисто в терминах старших членов. Больше тут ничего не фигурирует. Вот это некая загадка. Это некая загадка. Ну, как бы для понимания, для осмысления. Значит, кажется, что мы потеряли часть информации, что мы говорим только о старших членах. Видите? Ну, вот оказывается, базис Грёбнера это вот такая штука. И, кстати говоря, давайте я сразу скажу, давайте я сразу скажу замечание. Замечание. Базис Грёбнера часто определяется как раз условием 3. То есть, если вы там начнете гуглить и спрашиваете, что такое базис Грёбнера в идеале, то он вам скажет, что на самом деле базис Грёбнера это такая система, что для любого многочлена его старший член делится на старший член какого-то многочлена из системы. Вот. Это вот наиболее популярное определение базиса Грёбнера. Почему для всех не нулевых членов? Ну, потому что у нулевого многочлена старшего члена нет, поэтому ничего сказать нельзя. Ну, хорошо. Значит, смотрите, вот наша теорема, давайте мы ее докажем. Доказательство теоремы. Доказательство теоремы. Вот очень хотелось бы доказать ее по циклу, но, к сожалению, по циклу не получится. По циклу у нас не получится. Мы будем доказывать. Сначала мы покажем, что 1 эквивалентно 2, а потом покажем, что 2 эквивалентно 3. Ну вот. Теперь смотрите. Значит, у нас есть система многочленов идеала, и мы знаем, что это базис Грёбнера. Хотим показать, что любой многочлен из идеала редуцирует скулью. То есть все базисы Грёбнера можно изменять, не изменяя старшего члена, и они останутся базисами Грёбнера? Нет. Вот это вот, это неверно. Это неверно. Потому что, если вы измените какой-то многочлен в этой системе, то у вас идеал изменится. То у вас идеал изменится, и в этом идеале могут получиться другие многочлены уже, у которых старший член не делится ни на какой старший член исходной системы. То есть это очень хитрое условие, и оно внешне реально выглядит очень обманчиво. Кажется, что на самом деле тут речь только о старших членах, а когда начинаешь думать, выясняется, что нет. Вот все, все на самом деле тут участвует. То есть можно просто взять все старшие члены в идеале и сказать, что это базис Гребнера. Это будет базис Гребнера идеала, порожденного этими старшими членами. Так один эквивалент на два не из критерия был пергер? Нет. Нет. Короче говоря, давайте мы доказывать будем. Вы там еще посмотрите, если какие-то вопросы возникнут. Смотрите, итак, у нас есть базис Гребнера, мы хотим показать, что всякие многочлены редуцируются к нулю из идеала. Значит, что мы сделаем? Давайте мы возьмем и ноль по определению. Это множество всех многочленов G в нашем идеале, которое можно отредуцировать к нулю. Смотрите, как мы хитро поступим. Вот нам надо показать, что любой многочлен из идеала редуцируется к нулю. Но, грубо говоря, предположим, что не все. А давайте теперь рассмотрим тогда те многочлены, которые можно отредуцировать. И возьмем, обозначим это через и ноль. Мы на самом деле докажем, что и ноль совпадает с и. Но давайте какие-то проверим свойства. Какие-то свойства проверим. Во-первых, ноль, ноль, конечно же, лежит в и ноль. Второе свойство. Давайте я выпишу сначала некую серию свойств, а потом мы их обсудим. Если у нас, если какой-то многочлен лежит, тогда минус этот многочлен тоже лежит в и ноль. Третье свойство, что если g1, g2 лежит в и ноль, то тогда g1 плюс g2 тоже лежит в и ноль. Вот смотрите, первое свойство очевидно, второе свойство тоже очевидно, а вот третье свойство не настолько очевидно. Давайте мы действительно посмотрим, почему. Почему? Тогда смотрите. Смотрите, g1, многочлен g1, он редуцируется к нулю. Его можно представить как g1 плюс g2 минус g2. Да? И вот эта вот разность редуцируется к нулю при помощи f. Но у нас было упражнение, которое говорит, что если у нас разность двух многочленов можно редуцировать к нулю, то тогда каждые эти два многочлена, разность которых мы берем, можно редуцировать к одному и тому же. Но, следовательно, существует остаток, остаток r, остаток r, такой, что g1 плюс g2 редуцируется к этому остатку, и g2 редуцируется к этому остатку. Правильно? Но, но, из условия 1, f это у нас базис гребнера, но f это базис гребнера, отсюда следует, что остаток определен однозначно, определенно однозначно, и и для g2, а g2 мы знаем, что можно отредуцировать к нулю? знаем, ну, даже не знаем, давайте напишем, просто для g2 получаем, что r равен нулю. Значит, смотрите, мы знаем, что g2, g2 лежит в нулю, значит, его можно отредуцировать к нулю. Так, здесь тоже надо допустить f. Остаток g2 редуцируется к нулю, значит, и сумму тоже можно отредуцировать к нулю. Следовательно, g1 плюс g2 действительно редуцируется к нулю при помощи f. Так, ну и четвертое свойство. Четвертое свойство гласит следующее, что если g лежит в нулю, и мы взяли под какой-то одночлен, то тогда mg тоже редуцируется к нулю. Ой, тоже редуцируется к нулю, значит, лежит в нулю. Все правильно. Так, значит, смотрите, я утверждаю, что условие 4 оно очевидно. Если мы g отредуцируем к нулю, то тогда и после умножения g на любой одночлен тоже результат можно отредуцировать к нулю. Ну, а теперь смотрите, что тут происходит. Кто мне скажет, что означает условие 1,3? Вот из условия 1,3 что вытекает? Значит, что можно сказать про и 0? 0 там лежит, вместе с каждым элементом лежит противоположный, а еще вместе с каждым элементом лежит сумма. Это подгруппа, это подгруппа. Следовательно, и 0 это подгруппа. Подгруппа. В и. Да, это подгруппа в и по сложению. По сложению. По сложению. Так, это хорошо, это вы все увидели, да? А теперь, что можно сказать, а что из условий 3,4 следует? Из условий 3,4 что следует? Что если мы можем умножить на любой одночлен, и мы останемся, и мы останемся, и это все можем складывать, это все можем складывать, и тоже можем оставаться. Это означает, что любой многочлен, любой многочлен из и 0 можно умножить на любой многочлен из кольца, вообще из кольца, и мы снова останемся в и 0. Да, значит, правильно тут говорится, что вот отсюда следует, что и 0 это просто, это идеал. Это идеал. Идеал в R. Еще раз, почему? Потому что если вы взяли многочлен какой-то G из и 0 и умножили его на какой-то многочлен F из R, то тогда F это сумма одночленов. При умножении на каждый одночлен из этой суммы у нас получается элемент из и 0, а когда мы их просуммируем, то тоже у нас получится элемент из и 0 по свойству 3. Получается, что при умножении на любой многочлен из кольца мы остаемся в и 0. Это означает, что и 0 это идеал в R. Ну все, и мы почти что уже получили, что надо. Но система F то у нас лежит в и 0, потому что каждый многочлен из F при помощи редуцирования самим собой можно получить 0. Следовательно, наш идеал, порождаемый F тоже он содержится в и 0. Правильно? Но этот идеал F это есть не что иное, как I. это как I, потому что это базис Грёбнера. Соответственно, получается, что, смотрите, что мы получили, что и 0, и 0 изначально было под множеством, и 0 изначально было под множеством в I. И 0 было изначально под множеством в I. А мы сейчас показали обратное включение, что I на самом деле оказалось под множеством в I 0. Ну и значит глобальный вывод, что I 0 совпало с I. А это как раз и есть то, что мы хотели, потому что I 0 это множество всех многочленов из идеала, редуцируемых к нулю, и мы показали, что это I 0 совпадает с I. Значит, каждый многочлен из идеала действительно редуцируется к нулю. Хорошо, значит, это была импликация из 1 в 2. Теперь давайте докажем обратно, давайте докажем обратно, что из 2 следует 1. Значит, нам известно, что G, если мы взяли какой-то многочлен из идеала, то тогда он редуцируется к нулю при помощи F. Это означает, а что такое редуцируется к нулю при помощи F? Это означает, что мы на каждом шаге, на каждом шаге отнимаем от многочлена G какой-то, одночлен умножить на какой-то F и ты из F, и в результате получаем 0. Это означает, что G представим в виде M1 F1 плюс и так далее, плюс M, K, T, F, K, T, где… Так… Да, на экзамене доказывайте, вот это вам будет весело, да, это надо будет учить. Где все M и T — это какие-то одночлены, это какие-то одночлены, а F1 и FK — это элементы из нашего идеала. Значит, смотрите, если у нас G лежал в идеале, мы его смогли отредить в свою сумлю, это означает, что G представим в виде вот такой суммы. Представим в виде вот такой суммы. Правильно? Но это означает, что G лежит в идеале порождаемым элементом F. Это означает, что идеал I… Значит, смотрите, любой элемент из идеала, он попадает в эту, значит, I содержится в F. I содержится в F. Правильно? Но F у нас, это подможество было в I, тогда идеал, порождаемый F, конечно же, тоже должен оказаться внутри I. Отсюда глобальный вывод, что I совпадает с F. И, значит, мы проверили первое условие, что… первое условие на базе сгребна, что идеал порождается действительно данной системы многочлена. Так, это понятно, да? И теперь следующий момент. Надо показать, что это система гребна. Почему это система гребна? Ну, а это очень просто. Это очень просто. Смотрите, если мы теперь F1, F2 возьмем из F, то тогда S полином от F1, F2, он тоже принадлежит F. ой, только не F, а вот этой системе. Он принадлежит идеалу, порождаемому F, потому что он есть F1 умножить на что-то минус F2 умножить на что-то, а это равно I. Следовательно, S от F1, F2 можно отредуцировать к нулю при помощи F. Что такое M? Это множество всех одночленов, которые у нас есть в кольце. Так, отредуцировать к нулю, ну, следовательно, F это система гребнера. Система гребнера по критерию Бухбергера. По критерию Бухбергера. Все, все, мы вывели, значит, мы показали, что наш идеал порождается данной системой, показали, что данная система является системой гребнера, просто применив, показав, что любое с поленом редуцируется к нулю. Все, мы доказали эквивалентность 1 и 2. Теперь докажем эквивалентность 2 и 3. Это будет попроще. Это будет попроще. Значит, нам дано, что любой многочлен редуцируется к нулю. Теперь надо показать, что для любого G из I мы знаем, что G редуцируется к нулю. Следовательно, это что означает? А что значит редуцироваться? Означает, что вот существует какая-то цепочка элементарных редукций, приводящих к нулю. А что такое одна элементарная редукция? Это мы уничтожаем один одночлен. Уничтожаем один одночлен при помощи каких-то многочленов из F. Но раз мы уничтожаем один одночлен, то это означает, что вот когда мы проводим эту нашу цепочку элементарных редукций, то рано или поздно мы убьем старший член при помощи какого-то многочлена F. Потому что если мы ни разу не притронемся к старшему члену, то мы ноль никогда не получим. Поэтому, чтобы получить ноль, нужно хоть раз притронуться к старшему члену. Это означает, следовательно, в соответствующей цепочке элементарных редукций есть одна, применяемая к старшему члену. Старшие члены мы же должны убить когда-то. Но это означает, что существует такой F из F. А раз мы применяем какую-то редукцию к старшему члену, это означает, что старший член делится на старший член какого-то другого многочлена из F. Такое, что LHG делится на старший член многочлена из F. Почему мы утверждаем, что F содержится в E? Да, просто по условиям. В условии теоремы, давайте я еще раз вам его покажу, вот условия теоремы. В условии теоремы написано, что F изначально было под множеством в E. Поэтому, понятное дело, что идеал, порождаемый системой F, он автоматически будет содержаться в E. Так, все, это мы получили, это мы получили, да. И из 2 в 3 доказали, теперь из 3 в 2. Из 3 в 2. Доказываем из 3 в 2. Ну, пусть у нас есть G. Многочлен из идеала. Многочлен из идеала. Тогда что? Отредуцируем его к какому-то R при помощи остаток, при помощи какого-то системы, да. Но, но тогда R, он тоже лежит в идеале. Тоже лежит в идеале, потому что, ну, давайте я напишу более подробно. R мы как представили? R, это есть G, минус M1, F1, минус так далее, минус MFK, для каких-то вот этих вот, M и T одночлены, где M и T одночлены. F это элементы из системы, да. И вот эта вот вещь, и вот эта вот вещь, она, конечно же, лежит в идеале. И G лежит в идеале. G тоже лежит в идеале. Он изначально был многочленом из идеала. Соответственно, разность двух многочленов из идеала это остаток. Соответственно, получается, что R тоже лежит в идеале. Но, если R не равно нулю, то тогда его старший член делится на старший член какого-то F. для некоторого из нашего из нашей системы а это о чем говорит это о чем говорит а это означает что r редуцируем дальше это противоречие потому что остаток остаток он никогда уже дальше не редуцируем а здесь мы получили что редуцируем дальше следовательно ну все получилось что если мы взяли элемент из идеала то тогда он редуцируется к нулю там умножить или минус между m1 f1 минус тут везде минус тут везде минусы 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 все темы мы доказали и так последний не понял ну вот смотрите еще раз мы взяли остаток мы взяли вот взяли же это редуцировали его к остатку и получилось что получилось что остаток если он не равен нулю то тогда он лежит в идеале но по условию 3 для любого и многочленные из идеала найдется какой-то многочленной системы что старший член нашего многочлена делится на старший член многочлена из идеала а если один старший член делится на другой старший член вот так то тогда получается что наш многочлен можно дальше отредуцировать старший член можно дальше отредуцировать получается противоречие потому что r то у нас был остатком остаток никогда дальше редуцировать уже нельзя ну вот я вроде жила вроде жила так но и следствие следствие Все, значит, смотрите, теперь, смотрите, вот мы сформулировали нашу теорему и доказали ее, и теперь из этой теоремы сразу вытекает следствие реально практической задачи. Реально практическая задача. Что если у нас есть какой-то базис Гребнера, базис Гребнера в ИИ, то тогда первое. Для любого же из ИИ существует цепочка элементарных редукций, нет, даже не существует, секундочку, не существует, так, ку-ку, всякая цепочка элементарных редукций, вот это важно, всякая цепочка элементарных редукций относительно f приводит к нулю. Ну почему? Потому что если это базис Гребнера, то она будет системой Гребнера, соответственно, остаток определен однозначно, а мы знаем, что для какой-то цепочек элементарных редукций остаток будет ноль, соответственно, тогда и для любой он будет ноль. И для любого G из кольца верно следующее, что G лежит в идеале тогда и только тогда, когда остаток G относительно f равен нулю. Значит, если G лежит в идеале, то мы знаем, что остаток равен нулю. А если он не лежит в идеале, то его остаток не может быть равен нулю, потому что иначе он лежал бы в идеале. То есть если у вас относительно какого-то многочлена остаток равен нулю, то он заведомо лежит в идеале, порождаемый данной системой. Остаток относительно f является показателем класса эквивалентности? Да, да, это правильное наблюдение. Да, вот фактор кольца, фактор кольца, это будет одним хорошим представителем класса. Так вот, и смотрите, вот это следствие, оно дает вам реально эффективный критерий, как узнать, вот у вас есть многочлен и есть порождающая система идеала. Как узнать, как узнать, лежит многочлен в идеале или нет? Так вот, этот критерий говорит, что очень просто, если ваша система была базисом Гребнера в вашем идеале, то тогда просто редуцируйте, если остаток равен нулю, тогда лежит. А если остаток не равен нулю, тогда не лежит. Это реально первое практическое приложение базисов грёбан. Теперь следующая вещь, которую надо обсудить, а как эти базисы грёбан расстроить? Как базисы грёбан расстроить? И вот тут нам нужна будет некая подготовка. Прежде чем мы сейчас предъявим алгоритм построения базисов грёбан, докажем еще одну лему. Не существует бесконечных последовательностей одночленов M1, M2 и так далее, таких, что M и T не делятся на M, G, T для любых и больше, чем G. О чем говорить? Что не существует последовательностей, в которых каждый следующий член не делится на все предыдущие. Не делится ни на один из предыдущих. А вот о чем говорит лему. Ну вот, давайте мы ее докажем. Доказательства. Индукция по N. Индукция по N. По N. Если N равно 1, то тогда что мы видим? У нас есть просто цепочки, последовательность степени от одной переменной. И если каждый следующий не делится ни на какие из предыдущих, это означает, что степени убывают. Степени убывают. Степени обязаны убывать. Следовательно, такая цепочка может быть только конечной. Ну, я надеюсь, это понятно. Соответственно, пусть доказано. N количество переменных, да. Пусть доказано для... Меньше N. Докажем. Докажем для N. Да, N – это количество переменных. Это изначально у нас зафиксированное обозначение. Вот у нас лемма. Мы докажем, да? Пусть... Ну, противно. Пусть есть такая бесконечная цепочка. Пусть есть бесконечная последовательность. M1, M2 и так далее. Такая, что M, I, T не делится на M, G, T при I больше, чем G. Я не понял, лемма, бесконечное количество элементов в идеале быть не может, что ли? Сейчас, Димит. У нас тут... Мы сейчас пока отошли от идеалов. Мы просто доказываем некий факт про одночлены в нашем кольце. Вот лемма говорит, что... Если у нас есть какая-то последовательность одночленов, в которой каждый следующий не делится ни на один из предыдущих, тогда утверждается, что такая последовательность может быть только конечной. Бесконечной быть не может. Тогда... 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 Для любого G больше либо равного 2, что имеем? M, G, T не делится на M1. Следовательно, существует I. А что означает, что M, G, T не делится на M1? Это означает, что при какой-то переменной у нас показатель строго меньше. Существует I, 1, D, N. Такое что? Так, знаете что? Я тут... Давайте-ка я сделаю вот что. Это я сейчас выделю. Перемещу. Нам надо отдельно обозначить. Отдельно обозначить. Так, вот это я хочу перенести. Это я хочу перенести. Что мы делаем? Давайте мы M, T. Каждый M, T или как лучше сказать? Да. Это будет I, T, X1 в степени K1, A3. И так далее. X, N в степени K, A3. Значит, я просто вот в явном виде выписал какие там показатели. Какие там показатели. Значит, M, T это X1 в степени K1, A3. X, N в степени K1, A3. Ну и вот. Это означает, что K, I, T от G строго меньше, чем K, I, T от 1. Значит, при какой-то степени показатель будет строго меньше. И смотрите, для любого G, начиная с 2, для любого G, начиная с 2, вот такое верно. Но существует такое I, и это I пробегает конечное число, конечное число возможностей. Вот для каждого G, начиная с 2, у нас есть какое-то одно I. Ну и тогда ясно, что какое-то из значений I встретится бесконечно много раз. Следовательно, существует такое I. такое, что оно встретится K, I, T от G меньше, чем для бесконечного числа значений G. Согласны? Значит, для каждого G найдется хоть найдется одно I из промежутков от 1 до N, но G у нас бесконечно много, соответственно, какое-то из этих значений I встретится бесконечно много раз. Вот этим мы и воспользуемся. Теперь, без ограничения общности, без ограничения общности считаем, что I равно N, то есть у нас вот такая проблема, она встретилась с переменной XN. Переменной XN. А теперь следующее. А теперь следующее. Перейдя к подпоследовательности, можно считать, можно считать, что K, I, T, даже так, K, N, T от G скрога меньше, чем K, N, T от 1, для любого G, для любого G, начиная с 2. Ну вот, у нас есть бесконечное количество одночленов вот в этой последовательности, у которых показатель при XN строго меньше, чем показатель при XN для первого. Ну давайте мы все остальные выкинем, а эти останем. Останем. Тогда у нас получится, что для всех членов последовательности, начиная со второго, показатель при XN он будет строго меньше, чем показатель при XN для первого. Так? Ну тогда, тогда K, N, A, G принимает лишь конечное число значений. Да, ну потому что K, N, A, G оно строго меньше, чем K, N, T от 1, а K, N, T от 1 это какое-то фиксированное значение. Все у нас показатели, они, получается, лежат от нуля до вот этого показателя, до вот этого значения. это значит конечное количество вариантов. Но, следовательно, какое-то из этих значений из этих значений опять-таки встретится встретиться бесконечно много раз. Ну вот, а теперь, раз какое-то из этих значений встретится бесконечно много раз, теперь мы можем просто перейти к подпоследовательности. Снова перейдя к подпоследовательности, подпоследовательности, можно считать, можно считать, что показатель, все показатели равны. Ну, раз у нас показатель при xn-ом демиц выпал из доказательства. Но это не очень удивительно, то есть тут надо, конечно, вдумчиво все это смотреть. Но я вам скажу, когда идеи тут на самом деле довольно красивые. То есть мы один раз перешли к подпоследовательности, потом еще раз перешли к подпоследовательности и добились того, что при xn-ом смотрите, при xn-ом показатель у нас одинаковый всегда. Да, я вам не говорю, что вы прямо сейчас обязаны вот сходу понять все, что тут происходит, но вот я вам говорю, что вот идея реально довольно красивая, на мой взгляд, что тут происходит. И это означает, это означает, что значит xn-е у нас во все члены нашей последовательности теперь входят в одной и той же степени. Ну, значит, xn-е ни на что не влияет. Тогда полагая xn-е равно единице, получаем последовательность от меньшего числа переменных с тем же свойством. С тем же свойством. Свойством противоречия. в первой и второй строке ни одной тоже написано. В какой первой? или там акцент именно на бесконечном числе значений? Ну да, вот здесь для бесконечного числа значений. Это важно. Это важно, конечно. Это очень важный момент тут. Именно не для любого, а для бесконечного числа значений. Да-да-да. Хорошо, мне кажется, я понял. Все, значит, лему мы доказали. Лему мы доказали. И теперь можем смотреть разные приложения. Смотреть разные приложения. Давайте мы посмотрим парочку приложений. Первое. Бесконечно несчетное? Ну как несчетное? У нас же последовательность. У нас же последовательность. Как последовательность может быть несчетное? Так, мы смотрите в нашей смотрите, что мы сделали? Мы в нашей исходной бесконечной последовательности выделили бесконечную подпоследовательность, у которой переменная xn всегда входит в одной и той же степени. Это означает, что эту переменную xn, раз она всегда входит в одной и той же степени, она не влияет на делимость друг на друга. Поэтому мы просто выкинем вот эту xn и получится последовательность переменных x1, xn-1 от меньшего числа переменных, но с тем же самым свойством. По предположению индукции таких последовательностей уже не бывает. Индукцию, мы, предположив, что у нас нашлась бесконечная последовательность от n переменных, мы показали, что тогда должна найтись бесконечная последовательность от меньшего числа переменных, а это уже противоречит предположению индукции. Вот так индукция. Так, теорема Гильберта о базисе идеала. Так, теорема Гильберта о базисе идеала. Говорит следующее, что всякий идеал в r порождается конечным числом элементов. Ну, то есть всякий идеал может быть порожден конечной системой f. Да? Вот априори это совершенно не очевидно. Про многочлены от одной перемены мы с вами помним, что там всякий идеал является главным, то есть порождается одним элементом. Ну вот, а это можно сказать обобщение. На случай кольца многочленов от нескольких переменов у нас оказывается, что всякий многочлен, всякий идеал одним многочленом не породишь, не факт, но зато всегда можно породить конечным числом элементов. Это очень замечательное свойство. Это очень замечательное свойство, как бы далеко не все пользуется этим свойством обладая. Ну вот, доказательства. Итак, возьмем какой-нибудь идеал в R. Если наш идеал совпадает с нулем, то тогда ой, если он совпадает с нулем, то тогда он порождается нулем. Все окей. Конечным числом элементов порождается. Теперь предположим, что I не равен нулю. Да? Тогда выберем выберем ну там какой-то элемент R1 из идеала не нулевой. Выберем не нулевой элемент. Если I порождается этим элементом, то окей. Нас все устраивает. Иначе выберем многочлен F2 из I минус R1. Вот мы породили элементом R1 идеала, и вот он не оказывает, он не равен I. Значит, существует многочлен F2, который лежит в I, но не лежит в R1. И пусть F2 мы при помощи системы R1 отредуцируем какому-то остатку R2. Это остаток. Тогда что мы можем сказать про этот остаток? Этот остаток он тоже лежит в идеале I, потому что мы к этому остатку, в смысле, мы как получили вот этот остаток из F2, мы просто прибавляли элемент из этого идеала R1. Если исходный элемент не лежал в идеале R1, то тогда и новый элемент тоже не будет лежать в идеале R1. И причем старший член от R2 не делится на старший член от R1, потому что R2 не редуцируем при помощи R1. Хорошо. Если теперь идем дальше. Если мы добавим элемент R2 к элементу R1 и спросим вот эти два элемента порождают наш идеал? Если порождают, то все хорошо. Иначе выберем F3 элемент из идеала, но не лежащий в идеале порождаемым элементами R1 и R2. Этот F3 мы тоже отредуцируем какому-то остатку R3 уже при помощи системы многочленов R1 и R2. Это тоже остаток. Что про этот остаток можем сказать? Ну, все то же самое. Все то же самое. Тогда R3 у нас опять не лежит в идеале. И старший член у него тогда уже не делится ни на один из старших членов ни первый, второй. Потому что это остаток, его нельзя редуцировать. Ну, и так далее. И так далее. Вот я тут поставлю жирные точки. Значит, мы опять добавим R3 к нашу систему, спросим, если наш идеал порождается тремя, то тогда окей. Если не порождается, тогда найдем четвертый элемент, который не лежит в идеале, и вот так продолжим все строить. И какое свойство у нас будет? И таким образом мы будем строить систему остатков R1, R2, R3 и так далее. Мы же доказываем, что не может быть бесконечно... А, это не то. Так, и тут в игру вступает лема, совершенно верно. Если процесс не закончится, то получим бесконечную последовательность R1, R2 и так далее, такую, что старший член от R не делится на старший член от ни на каких предыдущих. это невозможно. Значит, следовательно, существует такое K, что I уже будет порождаться этой системой. Так, а если у нас идеал порождается несчетным числом элементов, тогда у нас и так далее в доказательстве нельзя ставить. Так, Андрей, все хорошо, все хорошо. Вот это рассуждение, ему все равно, чем он там порождается, потому что мы сами шастаем по идеалу и смотрим там, выбираем в нем элементы. Мы сами выбираем, какие элементы. И это рассуждение, оно говорит, что вот если мы взяли систему элементов, породили ими идеал, и если он не совпал с идеалом I, то тогда в идеале I найдется элемент, который не лежит в нашей системе, в нашем идеале, порождаемом нашей предыдущей системой. Сделаем от него остаток и тогда добавим в систему. Все. Еще раз, это рассуждение никак не использует какой-либо способ задания идеала. Хорошо. Все, смотрите, рассуждение, я бы сказал, замечательное. Замечательное, оно доказывает вот эта теорема Гильберта о базисе идеала. Вот это было первое приложение нашей лемы. Теперь будет второе приложение. Второе приложение, оно, собственно, нам сейчас скажет, как искать базис Гребнера в идеале. Вот я уже анонсировал, что если вы в вашем идеале знаете базис Гребнера, то это вам позволяет решать кучу разных задач, кучу разных задач про идеалы. Вот теперь возникает естественный вопрос, как вам построить базис Гребнера, если вам дана какая-то конечная система порождающих. И вот это дает алгоритм Бухбергера. Алгоритм Бухбергера. построение базис Гребнера. Базис Гребнера. Так, а что надо сделать? Ну, давайте скажем, что нам дано. Нам дан некий идеал И, порождаемый конечной системой многочленов F1 и так далее FK. F1 и так далее FK. Ну и вот, и мы хотим построить базис Гребнера. Значит, что мы делаем? Перебираем все пары и меньше G. Если нашлась такая пара, существует такая пара и меньше G, такая что S многочлен давайте здесь напишу, тут места не хватает. Ну что, что-то надеешься. Очень странно, я нажал Ctrl-Z. Что он мне стер, а вот эти вот F1 и F2 он почему-то решил не стирать. Вот он такой интересный. Так, если существуют такие, что S от F1 с F2 с пленом отведутся ролик R1, это остаток при помощи нашей F, то то добавляем добавляем R1 в F и повторяем процедуру для F, в который добавлен этот остаток. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы перебираем все пары многочленов, которые есть в нашей системе. Если для какой-то пары многочленов S поленом отредуцироваться к остатку, и этот остаток не равен нулю, тогда этот не нулевой остаток, мы просто добавляем в систему и все повторяем заново. Но, понятное дело, что совсем все заново повторять не надо, потому что если вы уже про какие-то S поленомы выяснили, что они отредуцировались к нулю, то все окей. Кроме того, давайте я отмечу, отмечу очень важный момент, что S поленом от F и этого F житого, он при помощи вот этой новой системы F с R1, когда вы R1 добавите, он уже отредуцируется к нулю. Получается, что при редуцировании относительно F мы получим R1, а теперь R1 мы добавили в систему, значит, можем уже относительно него отредуцировать и получим ноль. То есть, вот это самое добавление остатка, оно как бы разрешает вот эту вот пару S поленом, оно дает нам возможность утверждать, что S поленом после такой операции уже редуцируется к нулю. Собственно, вот им вот и теперь дальше мы просто перебираем дальше. В общем, идем дальше, перебираем все остальное. И, конечно же, естественный вопрос, который тут возникает, ну, мало ли что у нас тут получится, потому что вот мы добавили один остаток, потом, когда мы добавляем остаток, то количество пар, которое нам надо перебирать, оно увеличивается, правильно? И тогда вообще не очевидно, почему алгоритм закончится. так вот, в итоге, в итоге, в итоге, в итоге, F, пусть это, я не знаю, за конечное число шагов или за бесконечное число шагов этот алгоритм отработал, но тогда получится система Гребнера. Система Гребнера по критерию будет Гребнером. Ну, потому что вот эта вот новая система, так, почему мы не можем, мы можем остатки пихать в F? У нас там И не поменяется, это правильный вопрос, это правильный вопрос. R1, он тоже лежит в И. R1, он тоже лежит в И. Так как S, F, И, S, F, G, он лежит в И. Это же линейная комбинация многочленов F, F, G, она лежит в И. Отсюда следует, что остаток тоже будет лежать в И. Это правильное замечание. Значит, добавление элемента R1, оно идеал не меняет. Вот, и теперь, если, если алгоритм не закончится, за конечное число шагов, а, да, спасибо, да, критерий Бух, Берг, Гера, вообще-то, число шагов, так, то тогда, то тогда мы получим бесконечную последовательность R1, R2, R3 и так далее, в которой старший член от R1, а теперь вы, наверное, уже догадываетесь, где-то мы такое видели, не делится на старший член от RG, то при I больше, чем G. Вот, раз у нас вот такая система остатков, значит, каждый остаток, он каким свойством обладает, что он не редуцируем относительно предыдущих всех многочленов, в частности, его старший член не может делиться на старший член R1, R2 и так далее. Ну и все. Так, если алгоритм не закончится за конечное число шагов, то получим бесконечное число, это противоречие с Лемой. Противоречие с Лемой. Ну и все. Значит, это был алгоритм Бухбергера, вот мы его с вами обосновали. То есть оказывается, что алгоритм Бухбергера всегда за конечное число шагов вам выдаст реально базис Гребнера. Да, и давайте мы скажем, значит, следовательно, F — это базис, это базис Гребнера в I. Да, это, конечно, в явном виде надо сказать, что вот раз это будет система, система, система Гребнера, и она порождает идеал, то тогда это, конечно, будет базис Гребнера готова, надо выделить. Итог алгоритма Бухбергера — это как раз некая конечная система многочленов, которая уже будет базисом Гребнера, нашего идеала. И вот теперь давайте мы, почему они не делятся? Потому что их нельзя редуцировать, потому что они остатки. Вот всякий остаток, вот если вы взяли остаток, его, значит, нельзя редуцировать относительно данной системы многочленов. Это означает, что его остатка старший член не делится ни на один из старших членов предыдущих многочленов. Базис Гребнера — это F или все остатки? F и все остатки. То есть мы как бы делаем такое операцию переприсваивания. Я не знаю, она у вас как обозначается, вот так или нет. Операцию переприсваивания мы делаем. Наш алгоритм. То есть F мы расширяем. Мы расширяем нашу систему и по-прежнему обозначаем ее той же самой буквой F. Верно же, что идеал, порождаемый F, он совпадает с идеалом, порождаемым F, объединенный с R. Да, я это уже объяснил, что вот, когда мы берем R1, мы просто добавляем к идеалу. То есть если вы к системе порождающих идеала добавите еще один элемент из идеала, то, конечно же, то, что порождают они, это будет тот же самый идеал. Так, хорошо, значит, теперь у меня есть еще один слайд. Давайте я вам скажу оптимизацию алгоритма Букбергера и мы закончим на этом. Одна оптимизация алгоритма Букбергера, очень простая лемка. Так, 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 асимптотическая. оптимизация алгоритма Букбергера. Давайте я вам скажу, вот, что надо делать. Значит, вот какое. Давайте возьмем два многочлена, два многочлена, у которых старшие члены взаимно просты. Старшие члены взаимно просты. Значит, берем два многочлена, у которых старшие члены взаимно просты. Тогда утверждается, что их S-полином всегда автоматически редуцируется к нулю при помощи этих же самых многочленов F1 и F2. Итак, если у нас есть два многочлена с взаимопростыми старшими членами, то в алгоритме Бухбергера вам не надо ничего делать. Вы заранее знаете, что S-полином уже редуцируется к нулю при помощи этой же самой системы. Вот в чем оптимизация. Оптимизация говорит в том, что в некоторых случаях нам не надо считать S-полином и редуцировать. Мы заранее знаем, к чему приведет редукция. Ну и доказательства. Значит, достаточно показать, что в этом случае многочлены F1 и F2 образуют базис Гребнера в порождаемом ими идеале. Кажется, не просто отсечение. Да, это оптимизация в том плане, что меньше действий выполнять вам придется, когда будете считать базис Гребнера в каком-то отдельно взятом идеале. Так, ну хорошо. Значит, смотрите, что происходит. Значит, на самом деле это, смотрите, на самом деле нас интересует доказать, что F1 и F2, они, система многочленов F1 и F2 образует системой Гребнера, является системой Гребнера. И поэтому нам надо доказать, что F1 и F2 базис Гребнера в идеале. Хорошо, мы будем проверять свойства 3. Свойства 3 мы будем проверять, что для любого многочлена из идеала старший член делится на один из старших членов. Так, ну вот, покажем, что старший член многочлена G делится либо на первый старший член, либо на второй старший член. А сам G, вот он всегда в таком виде представим, раз он лежит в этом идеале. Предположим, что не так. Тогда это означает, что старший член H1, F1 он сократился со старшим членом H2, F2. Потому что если старший член H1, F1 не сократился со старшим членом H2, F2, то тогда старший член всего многочлена будет одним из этих. Одним из этих, но тогда старший член G будет делиться на старший член либо F1, либо F2. Значит, такое возможно. Значит, вот условие, которое мы проверяем, его невыполнение означает, что старший член вот в этой ситуации обязан сократиться. Ну, хорошо. Мы помним мему о старшем члене, который говорит, что старший член произведения есть произведение старших членов. В этом случае тогда получается, что старший член H1 должен делиться на старший член F2. Просто потому, что старший член F1 и F2 взаимно просты. В этот момент используется взаимная простота. Так, ну тут какое-то уже содержательное обсуждение в чате идет замечательно. Значит, вот. Тогда мы... Старший член у нас противоположно, они сокращаются. Тогда мы старшие члены H1 и H2, они делятся на старший член F2 и F1. Вот у нас тогда найдется такой одночлен M. Мы редуцируем H1 при помощи F2, H2 при помощи F1. Редуцируем, получаем некий новый результат. Старший член результирующих многочленов строго меньше, второй старший член тоже меньше. И тогда многочлен G, наш, можно переписать просто в таком виде. H1 штрих F1, H2 штрих F2. Смотрите, вот у нас исходная была запись H1 F1, H2 F2. А дальше мы нашли некую новую запись H1 штрих F1, H2 штрих F2, для того же самого многочлена, но у которой старший член от H1 штрих строго меньше, чем старший член от H1. В этом все условия. Что в этом выражении старший член тоже должны сократиться. Тоже должны сократиться. И тогда мы будем бесконечно повторять эту процедуру. И в итоге получим бесконечную цепочку равенства. Вот раз, два, три и так далее. И в этой цепочке у нас старший член и многочлен от H1 они будут строго убывать. Они будут строго убывать. И это будет происходить бесконечно долго. Короче говоря, к чему это все сводится? Потому что у нас не бывает бесконечных убывающих цепочек одночленов. Значит, в итоге мы пришли к противоречию. Значит, наше исходное предположение было неверное. И это означает, что у всякого многочлена из идеала старший член делится либо на старший член от F1 либо на старший член от F2. Ну, что значит, это базис гребнера вот этого идеала по свойству 3.